Вообще так получилось, что я, когда этот доклад готовил, я сначала думал сделать очередной доклад про всякие трюки в пандасе, всякие фишки, как что агрегировать и так далее. Потом понял, что я, наверное, никого таким ничем не впечатлю, потому что все тут такие дата-сиентисты крутые, а я дата-инженер, и я именно хитростями с данными занимаюсь довольно мало, поэтому, на удивление, у меня доклад получился довольно инженерный, и там будет вот именно про ограниченные ресурсы и про панд. В общем, поехали. В принципе, вставка про меня, ну, как бы стандартный слайд про меня. Я работаю в компании Align Research, работаю на должности Principal Architect. Ну, по сути, это такой типа fancy data-инженер. Да, пишу на питоне, на плюсах, немножко на скале, на гошке, можно вот по этому всему со мной говорить. И, в частности, собственно, мы занимаемся вместе все с Петей, как раз с организацией Piedata Meetup в Москве и в Питере, в том числе, организован несколько раз. А еще у нас есть дата-завтраки по средам в Москве на проспекте Мира. Вдруг решите зайти, приходите, там прикольно. Там очень много народа, на самом деле. Ну, то есть там в среднем, сейчас чуть-чуть поубавилось, а так в среднем где-то человек 15 приходило каждую среду. То есть они уже три года проходят. Вот, канал Data Breakfast, вы даете. Так, я постараюсь быстро, потому что много довольно материала, он довольно интенсивный. Смотрите, какие, то есть вот как проблемы с BigData. Вот эта вот картинка, ее все помнят наверняка из XKCD. Это сначала было про программистов, что у нас код компилируется, поэтому, значит, мы не можем не работать, а что-то делать. А сейчас отмазка у датсиентистов, что код обучается. Вот, это, конечно, прикольно, но проблема в том, что это не совсем правда, потому что, как мы помним, именно обучение модели, это, несмотря на то, что оно действительно может быть долгим, это далеко не самая главная часть работы датсиентиста, а одна из главных частей, это вообще, говоря, понять, откуда взять данные, как их почистить, как их там объединить, как по ним сделать выборку, как их вместить в оперативку и так далее. То есть проблем там, на самом деле, довольно много, и обучение, это запуск функций fit, да, это как бы одна из наименьших из них. Вот, поэтому говорим про Pandas. Я не знаю, может быть, кто-то из вас видел мой доклад, слэш лекцию на одном из предыдущих датафестов. У меня, правда, есть там более новая версия того же доклада про анализ данных в командной строке. Вот, тут есть ссылка на слайде. Вот, там немножко старая, если что-то кто-то хочет, там, поновее презентацию можете мне написать, я там скину поновее. Это просто та, которая залита в онлайне. Вот, я в качестве примера что сделал? Я взял, есть такой модуль Faker, классный в питоне. Я его использовал для того, чтобы сгенерировать 50 тысяч файлов. Это, на самом деле, довольно мало, но это иллюстрирует идею. То есть у нас, например, какие-то данные с датчиков, которые к нам в виде файлов приходят. Вот у нас 50 тысяч файлов лежат там в папочке. Вот, и надо с ними что-то сделать. То есть вот я их сгенерировал на основе датасета покупок. То есть вот есть там айдишники, дейтайм, да, и строчка с описанием, какие покупки там человек сделал там с таким-то айдишником вот в такой-то момент времени. Вот, ничего особенного, стандартные такие данные. Как нам, собственно, эти данные прочитать? Читаем. Вбиваем в Google. Pandas read multiple files. Попадаем на сток оверфлоу. На сток оверфлоу у нас видит, мы видим вот примерно вот такой вот код. Он, в принципе, такой относительно облагороженный, клевый, красивый. Вот, в принципе, понятно, как он работает. Проблема в том, что в нашем случае он не работает. Не работает он по довольно очевидным причинам, потому что у нас вообще как бы 50 тысяч файлов. Да, вот если было там 5 файлов, 10 файлов, оно бы еще сработало. 50 тысяч — это мы адски насилуем garbage collector, это мы адски стакаем дата фреймы друг с другом, постоянно происходят перелокации в кишках. Вот, в общем, идея так себе. Поэтому, возвращаясь к нашему детскому совету, да, на предыдущем слайде, давайте-ка мы эти файлы объединим перед этим, как читать, это реально будет тупо быстрее, и будем это делать не в питоне. Если это делать не в питоне, то, как вы уже поняли, по набросу вначале давайте это сделаем команд-лайном. Вот. Ну, например, вот так вот. Да, то есть вот мы, у нас обычный баш в линуксе, на макоси, я не знаю, на ноуте на вашем с 16 гигами оператива, вы хотите там что-то поанализировать, запускаете такую команду. Кто вот считает, что все, она отработает, и вот мы получим transaction CSV, все будет окей? Все подвоха ждут, да? Вот есть пара людей. Но она сломается, и сломается она, в принципе, довольно по смешной причине. У нас 50 тысяч файлов. А лимит, то есть можно его поднять, но лимит на количество аргументов, которые можно функции передать в баши, он, во всяком случае, сильно меньше. То есть там, по-моему, 4096 или по умолчанию. Это, конечно, тоже много, но не 50 тысяч. Поэтому нужно придумать что-то получше, видимо. Окей. Вот этот код, он, в принципе, он вполне рабочий. Кто считает, что вот это прям оптимальный вариант решить проблему? Все равно все подвоха ждут, да? Как-то это самое. Ну, не, на самом деле он действительно проблему решает. Более того, он это, как бы, делает даже относительно быстро, но, в принципе, там данных хоть и много, но что-то вот 3 минуты просто ждать, тупо конкатинировать файлы, ну, это как-то многовато. Хотелось бы еще что-то быстрее. У нас же бигдата все-таки, как-то надо это. Вот. И потом мы именно не в питоне пишем, мы используем высокоскоростные утилиты командной строки. Поэтому, поэтому вспоминаем, есть классная совершенно утилита, называется она GNU Parallel. Вот. Собственно, берем, запускаем 8 процессов, запускаем 8 процессов той же самой фигни, на вход подаются пачками эти самые файлы, и у нас то же самое объединение происходит за полторы секунды. Вот. Ну, вот с этим уже можно работать, мне кажется. Как-то вот файлы объединили, дальше можно что-то делать. Здесь, может быть, не очень хорошо видно, но смотрите. Три куска кода. Вот вы такой крутой пандас-программист. Вам нужно… Это сейчас пример кода, он не по датасету, который я показывал, немножко по-другому. Там будет ссылка на это датасеты, на блокпост, на эту тему. Но вот у вас перед глазами три куска кода, три функции. Кто считает, что первый вариант будет самым быстрым на чтение? Никто не считает. Кто считает, что второй будет самым быстрым? Тоже никто. А третий кто считает самым быстрым? Все боятся руки поднимать. Ну, давайте, давайте. Кто за первый? Ну, поднимите. Ну, давайте пробуем. Ну, то есть, смотрите, здесь мы пандасом, пандас read CSV обычный, делаем выборку, преобразуем в дикшнери. Там используем буферит ридер, перебираем строчки, сплитаем, проверяем наши два условия. Да, что если у нас значение колонки в сети и еще одно значение в еще одном сети, тогда все норм. Вот. И во втором варианте все то же самое, с исключением того, что мы проверку разбили на два if. Вот. Значит, еще раз. Кто за первый? Так. А кто за второй? Кто за третий? Вот интересно. Примерно поровну. Ну, вообще разбиение вот примерно такое получается. То есть, в первом случае, да, в первом случае мы на самом деле тут немножко с подвохом, потому что вообще сам read CSV, он отрабатывает довольно быстро. Но обработка, которая поверх этого все, вот с этой выборкой, она все-таки долгая. И преобразование в дикшнери, там вот это вот все. Вот. Если нам действительно нужно получить вот примерно вот что-то такое, то вообще разумнее взять действительно тот или этот вариант. Этот получается еще быстрее, потому что у нас мы одним if уже отсекаем довольно большое количество проверок. И плюс еще это, естественно, зависит от наших данных. То есть мы можем на наши данные посмотреть, понять, какая у нас специфика, да, и вот благодаря вот этим вот просто замене одной проверки в два раза буквально сократить время загрузки объекта в память. То есть, да, вот оно так работает, да. Panda по скорости чтения файлов далеко не самый быстрый, вот. И на самом деле я в процессе подготовки этого доклада нашел классную совершенно ссылку вот для тех, кто там мне сейчас не верит. Там есть большой довольно репозиторий с разными обучалками, и там в числе прочего есть питонный файл с, по-моему, там штук 20 разных вариантов чтения файлов разных размеров, которые сам все генерирует, сам читает, потом выводит вам графики, рисует. Вот, можете запустить сами, посмотреть, вот. Но я запускал его несколько раз, и все разы у меня самым быстрым методом чтения был forline in F, вот буквально, с фильтрованием. Вот, поэтому рекомендую. Иногда бывает ситуация, когда, ну и понятно, да, еще, если нам нужно действительно вот что-то подобное делать, то я как адепт командной строки, я буду топить за то, что, ребята, используйте авк, и в авке это все будет еще быстрее. И тут там даже, ну это ладно, отдельный вид извращений. Смотрите, иногда бывает ситуация, когда нам нужно что-то реально сложное сделать при загрузке DataFrame, да, то есть, ну понятно, авк, он имеет, в принципе, все, но иногда это все на нем пишется довольно долго, поэтому иногда хочется просто на питоне написать простую функцию, пусть она будет довольно долго грузиться, но, по крайней мере, у нас получится готовый DataFrame, да, и нормально. Вот, не все знают, что есть такая функция, она называется DataFrame from Records, вот, это, собственно, функция, которая, ну то есть буквально, да, мы обычно создаем DataFrame, да, под DataFrame и передаем туда, а так мы создаем FrameRecords, туда можно передать любой итератор, генератор, чего угодно, оно из него засосет данные, соответственно, это позволяет нам написать генератор, который там строчки фильтрует по нужному нам типу, признаку, порядку, я не знаю, там какие-нибудь сложные выборки по какому-нибудь внутреннему формату, и все работает. Причем вот эта ссылка, она, если я правильно помню, она ведет не на описание from records, а на, там, статьи в документации про то, как вообще вот это вот читать из генераторов. Ну, я, может быть, не прав. И вот эта вот, и нижняя ссылка, она тоже про, есть еще from list, from dict и так далее. Вот, довольно интересно. Дальше. Еще одна вещь, которую тоже не всегда мы вспоминаем, ну, да, у нас данные, вообще говоря, не всегда влезают в память. Это нормальная ситуация. Самый базовый вариант, поскольку очень часто люди реально на вопрос, а как нам посчитать, я не знаю, мин по колонке, говорят, мы загрузим данные в Pandas и сделаем мин на колонку. На самом деле можно многие вещи делать кусками по чанкову. Это тоже довольно очевидная вещь. Наверняка многие знают, что есть такая штука chunk size, параметр for read CSV. Мы его туда передаем. И вот, опять же, ссылка тоже, опять же, не на, не на определение того, что такое read CSV, да, и где там chunk size, а на разные вообще методики в доках по тому, как именно чанками читать данные в память. Вот, причем еще в read CSV есть такой старый параметр, называется low memory равно true. Он вроде как считается немножко устаревшим, но тем не менее он до сих пор есть и до сих пор работает. И он как раз реализует частично вот этот же самый chunking, как вот мы использовали, помните, в примерах питоновских, IORID буфер. Вот, он примерно делает то же самое, только на более низком уровне, и это позволяет ускорить загрузку. Вот, но как бы сработает это для вашего датасета или нет, вот попробуйте, узнаете. Окей. Данные мы, ну, можно сказать, загрузили. Что дальше? Вот у нас мы такой датафрейм берем, загружаем в память. Вот этот датафрейм, который я сгенерил, там это объединенный 50 тысяч файлов. Мы его читаем такой в память. Файл у нас занимает 770 мегабайт, а потом смотрим датафрейм инфо, memory usage. Вот если передать этот параметр, он показывает более, ну, как бы сказать, он более, он дольше отрабатывает, но более корректно меряет употребление памяти. И мы видим, что у нас датафрейм в памяти занимает 1,7 гигабайт, да, при размере файла 770. Думаем, ну, блин, ну, это стандартная проблема, да. Дали нам там большой файл. Что с ним делать? На самом деле можно много чего делать. Я, опять же, я поскольку обещал рассказывать про Panos, а не про CommonLine, я считаю максимальное и минимальное значение вот так здесь. Но мы-то с вами знаем, что чтобы посчитать максимальное и минимальное значение, не надо использовать, опять же, Panos, да. Можно это в консольке сделать, просто порсумировав по колонке. Вот, но тем не менее, давайте предположим, неважно как мы посчитали максимальное и минимальное значение, вот мы видим, у нас первые две колонки, это, соответственно, числа там встречаются от 0 до 150 тысяч, да, во второй там вообще от 501 до 100 тысяч, вот. И, в принципе, глядя глазами на данные, да, вот мы замечаем, что нам, вообще говоря, int64 не нужен, да, int64 слишком большой тип, а Panos, он по умолчанию именно целочисленные данные, часто очень грузит int64, вот. И, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем сделать, выбрать наши intовые колонки и сделать downcast, то есть у Pandas, вот, когда мы делаем то нумерик преобразований, у него есть параметр downcast, и мы, собственно, преобразуем наш тип данных к меньшему типу, в том числе, поскольку у нас данные все больше нуля, да, больше равны нулю, то можно unsigned использовать. Вот, и, соответственно, берем, применяем, смотрим, что получается, закрываем, трясем, как называется, что называется. У нас было 140 мегабайт, стало 70, да, ну, в два раза уменьшили. Уже неплохо. Значит, мы можем при чтении явно указать, да, мы на наши данные посмотрели, мы можем указать, что у нас тип данных не int64, а у int32. Ну, мы такие загружаем, датафрейм, думаем, все, сейчас память у нас поместится, да, вот мы указываем колонки, там вторая колонка, там, это отдельная история, но вот первые две у нас точно у int32, да, третья, ну, STR пока, потому что она реальная STR. Вот, и такие загружаем, а что-то, ну, да, ну, мы, конечно, посмотрели, ну, вообще, это по предыдущему слайду было понятно, да, мы получили экономию на 100 мегабайт, но это клево, но у нас, в основном, 1,6 гигабайт. Вот, ну, что-то как-то не очень. Что еще можно сделать? Вообще, тут мы вспоминаем, что в Pandas, ребята, не лыком шиты, и там давным-давно существует, собственно говоря, тип колонки дейтайм, да, с которым можно работать, ну, нормально, а не как обычно. Чтобы работать с дейттаймом, нам нужно указать, какие у нас колонки являются дейттаймами, прям в ритсе света можно сделать, то есть мы по раздается указываем номер колонки, да, или там название этой колонки, и передаем кастомный парсер, то есть там, почему именно кастомный парсер передаем, потому что без него тоже сработает, потому что с кастомным парсером мы можем задать в стрп тайме наш формат вот этих самых наших дат, а если мы этого не сделаем, тогда у нас Pandas будет применять дейтутил, такой питоновский модуль, он клевый, он умеет угадывать по строчке, какой именно формат дата используется, но, естественно, угадывание формата данных по строчке, оно сильно дольше работает, чем если мы его руками просто анализированы, да, и все будет зашибись. Вот, то есть эти, вообще добавление вот этих параметров, добавление парсинга дат, оно сильно увеличивает время чтения дата фрейма, да, но с другой стороны дата фрейм занимает 1 гигабайт, то есть мы только что просто вот добавив две строчки, уменьшили потребление памяти на 600 мегабайт, вот. Ну, по-моему, в принципе, неплохо, естественно, чем больше дата сет, тем больше будет экономия. И последняя важная тоже вещь, не все помнят, очень часто наверняка, вот когда нам нужно в колонке сделать категориальный тип, да, есть всякие там лейбл-энкодеры в Scikit-learn, да, его всяких там используются в туториалах, эти самые энкодеры. Вообще в Pandas есть давным-давно категориальный тип встроенный. Если у нас есть колонка, вот я сгенерил колонку, да, 100 тысяч записей там по дням недели. Вот такие дата сеты с такими колонками сплошь и рядом встречаются. Проверяем использование памяти, получаем 6 мегабайт. Вот. А вообще, если мы зададим эти колонки тип данных категории, тогда у нас получится, что там будет единственный маппинг храниться в памяти чиселок на эти самые, на вот эти поля. Более того, там будет int8 храниться. Вот. И, соответственно, у нас вся колонка буквально из одного каста превращается там 0-10 мегабайт. Ну, по-моему, тоже неплохо. В общем, можно вместить, можно в память. Как там впихнуть. Да. Окей. Прочитали. Теперь надо что-то с этим посчитать. Кто не знает, что такое Blas? Ух ты. Окей. Смотрите, в вашем компьютере есть процессор. У процессора есть набор команд разных. Да, очевидная история. Собственно, мы на этом процессоре, когда мы загружаем какие-то данные в регистр этого процессора, задаем вам команду, он что-то с этими регистрами делает и плевывает результат. Потом в современных процессорах подумали, чуваки, а что это нам бы не сделать векторные операции какие-то на процессоры. То есть там ввели новые наборы команд. Там есть SavX2, там вот это все. И ученые еще в 70-х, 80-х годах они собрались, почесали тыкву и написали такой стандарт вот этот, который называется Blas, который описывает, а как нам красиво и грамотно на современных архитектурах выполнять операции линейной алгебры. То есть это, по сути, в нашей терминологии это значит, а как нам векторизовать наше вычисление таким образом, чтобы процедура над вектором чисел она работала как бы сильно быстрее на уровне CPU, на аппаратном уровне. Про это есть много статей вообще, как оно устроено, как оно работает. У меня для тех, кто вообще использует, ну вы как бы если вы используете numpy, то вы так или иначе используете Blas, потому что numpy сейчас в стандартной поставке идет с компилиной. Вот если вы ставите pip install numpy, он идет в виде VHL, там он с компилин с Open Blas. Есть кто-нибудь, кто в продакшене использует numpy с компилин с mkl? Даже есть такие люди. На самом деле тоже вопрос немножко с подвохом, потому что если вы используете анаконду, то вы используете numpy с компилин с mkl. Вот, но дело не в том, вообще в обычные есть питонопакеты, не в анаконде, я не знал даже, что они существуют. Есть официально собранный intel corporation, пакеты на pupy, в которых numpy собран с mkl. mkl — это реализация Blas, math kernel library от intel, которая позволяет удобно и красиво быстро реализовывать векторные операции на intel-овских процессорах. Но если вы побежали сразу срочно это качать, то не обязательно, потому что эти ссылки почитаете, увидите, что вообще Open Blas по производительности примерно такой же сейчас. То есть они, конечно, специализированы под intel, может быть на конкретных данных какие-то конкретные вычисления будут сильно быстрее, но пока я запускал на довольно современных CPU-шках это делал, там разницы особой нет. Единственная проблема в том, что когда вы ставите, если вы захотите попробовать, когда вы ставите intel-овский numpy с mkl, то у меня использовался pnv. Я в pnv ставил… Там проблема в том, что эти либо они сейчас собраны только для Python 3.6, для 3.7 еще пока не завезли, но там еще надо для того, чтобы оно работало, вот эту опцию указывать, configure.opt при установке Python через pnv. Ну или у вас какой-нибудь другой менеджер интерпретаторов, ну скорее всего, если вообще вам это нужно, то у вас pnv. Тогда вот там вот эта нужна штука. Я просто ее на слайд поместил, потому что если кто-то реально будет это делать, это вам много более сэкономит. Я долго эту хрень искал. Окей. Ну то есть поскольку мы начали говорить про векторизацию, в принципе довольно очевидно, самое неправильное, вообще неправильное, что можно сделать при работе с pnv с data frame, чуваки, это по нему итерироваться. Если мы пишем for, цикл for по data frame, это, блин, значит, что мы что-то не так делаем. Вот. Причем, ну, с for вообще очевидно, но не очень очевидно. Это rows, это tuples, supply и так далее. На самом деле все вот это вот, оно подчиняется принципу искобара. То есть итерос мы перебираем построчно, там никакой векторизации. То есть да, в случае это rows, это tuples, у нас цикл запускается, там, грубо говоря, там более, на более низком уровне, чем в питоне. Но это мало, мало чего меняет, мало какую картину. Я недавно, у меня вообще полыхнуло, когда я увидел там статья, в которой всерьез разжевываются разницы между итерос и итертуплс, и написано, чуваки, используйте второе. Я пришел в пост, где процитировал эту статью, сказал, чуваки, блин, не используйте ни то, ни другое. Это признаки хренового кода. Вот, пожалуйста. Вот, supply немножко получше, потому что он там совсем на низкий уровень прокидывает, там используется цикл в сайтане, но, тем не менее, все равно в большинстве случаев этого делать вообще не нужно. То есть прямо у меня в практике был один-единственный случай, когда мне нужно было проитерироваться по строчкам, это когда мне нужно было лежать. Вот, потом я эту проблему решил тем, что в Pandas завезли же регулярки, то есть можно, типа, сделать колонка .str, .matchseuch, по-моему, там по регуляркам, вот, и можно таким образом все парсить, а регулярку для парсинга URL, кто считает, что это зло, я скопипастил из пейпера Тима Бернерс-Ли, который он там прямо самое написал, что там HTTP, HTTP, все правила, они там регулярно описаны, поэтому можно. Еще, кстати, тоже важная вещь, которую не все знают. Вообще говоря, да, series Pandas, это, ну да, он внутри использует нумпевский вектор, но он наворачивает на себя столько всего сверху, всяких хелперов, что он реально тупо медленнее, чем этот нумпевский вектор, поэтому вот там есть вот эта вот ссылка, где это подробнее разбирается, но я там, там используется функция Heversign, это вот, знаете, это, когда мы две точки ставим на поверхности шара и смотрим между ними расстояние по прямой, то есть там конвертация координат и считаем вот это расстояние. И, в общем, получается, что даже тупо, вот если мы передаем series, да, и мы передаем туда точка values или точка to numpy, то второй вариант получается, ну сколько там, в пять раз быстрее. Вот. Ну, то есть, хотя казалось бы, да, Pandas Pandas, но... Вот, но опять же приходят люди, смотрите, вот у нас есть, я взял, опять же, честно стырил из интернета, помните вот этот классический датасет про ирисы, который надо классифицировать, он там чуть ли не один из первых на Kaggle там и на прочих всяких датаквестах. Вот, вот у нас есть самая базовая модель, да, можно сказать, что это Decision 3, по-умному. Вот, ну, в общем, что мы делаем? Мы классифицируем, у нас есть три ветки кондишенов, по длине лепестков определяем, какой у нас тип, все клево. Вот, и, соответственно, ну здесь, да, вот видите, у нас такая ситуация, мы используем applies, lambda, и вот так оно считается, вот оно занимает примерно 2 миллисекунды. Вот, кто считает, что это самый эффективный способ это сделать? Никак быстрее не получится. Никто не считает. Окей. На самом деле это все не нужно вообще, потому что есть вообще такая штука, называется CAD, мы передаем туда просто бины, и она нам их сама нарезает, причем векторно это делает, и у нас тот же самый код, который тоже самое возвращает, выполняется за 1.2, а не 1.9. Ну, то есть не в два раза, но… Вот, то есть, ребята, векторизуем, векторизуем, векторизовали, векторизуем, и будем векторизовать. Опять же, вопрос классический, что делать? Ну, то есть векторизация, это классно, но у меня какая-то сложная задача, я хочу параллельно обработать строчки. Вот, строчки параллельно обработать, можно, например, вот так, мне, если честно, мне API Concurrent Futures, это встроенная библиотека в питоне, там, я не помню, с третьего, по-моему, начиная с 3.4, мне API больше нравится, чем ультипроцессинга, то есть там сделается все очень просто, но поскольку все было бы… Я хотел еще что-то красивое туда докинуть. Есть такой питоновский модуль, называется TQDM, можно его поставить, и вот этими буквально там двумя строчками, ну, тут она красиво сформатирована, можно не просто запустить функцию на колонках, распараллелив ее на кучу процессов сразу, но еще и параллельно получить анимированный прогресс-бар, который будет отслеживать нам прогресс, и когда у нас завершится вычисление, мы прямо можем наблюдать за статусом, когда стола у нас, ячейка завершается, все. То есть вот так вот параллелизуем и еще красиво смотрим. Но на самом деле, опять же, непременно набросить, Command Line, ребята, дам… Если он большой, процессите его гну параллелом и авком, и у вас будет все то же самое, еще и быстрее. Вот. Но об этом, опять же, в других слайдах. Вот. Или можете мне там, я не знаю, в ODSI написать. Я наброшу. Ну и смотрите, последнее по порядку, не по значению. Наверняка все знают, что есть такие штуки Numba и Saiton. Нumba у него, как сказать, помните, я вам говорил такую вещь, что никогда в жизни не пишите на дата фреймах и на нумбевских массивах for. Вот. Это на самом деле правильно до тех пор, пока вы не используете Numba. Потому что Numba — это штука, которая использует JIT-компиляцию для оптимизации запуска всех вот этих вот штук. И поэтому, ну то есть, понятно, можно почитать конкретно в документации, я сейчас общими словами расскажу. То есть, вот можно ее использовать, то есть, она умеет оптимизировать на простой пиатре. Если вы ей подаете там цикл for, она вот JIT-компиляция распознает в нем, что там можно ускорить, векторизовать и так далее. И этот код получается в некоторых случаях даже быстрее, чем стандартный Numba. Почему? Потому что Numba, он очень сильно оптимизирован для того, чтобы считать именно на больших матрицах, а на небольших каких-то матрицах, на которых тоже иногда что-то надо посчитать. Ну, у Numba есть довольно-таки оверхед. Вот как у Pandas над Numba, у Numba над простым кодом. Поэтому Numba иногда оправдывает. А Citan — это простой способ, дешевый и сердитый, сделать код быстрее, просто сделав вид, что у тебя C, а не Python. Опять же, там по ссылке написано. То есть, вы задаете типы данных, вы пишете перед функцией CDEV вместо DEV, и у вас код внезапно начинает работать сильно быстрее. То есть, если вы никогда не пробовали это, то можете попробовать. Оно, в принципе, довольно прикольное. И я не стал здесь приводить серьезных рассуждений, схем и примеров, потому что на самом деле примеры в документации Pandas очень неплохие. Я рекомендую по этой ссылке сходить, просто почитать, и все, презентация у вас будет. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ